Приземление самолета президента Соединенных Штатов на авиабазе Милдингхолл Королевских ВВС Британии дало официальный старт европейскому турне Джо Байдена, с которым у кого-то связаны радужные надежды, а у кого-то серьезные опасения. Впрочем, гораздо больше среди политиков и профильных экспертов, тех, кто сегодня выражает сомнения относительно намерений, с которыми глава Белого дома пустился в эту поездку, и, соответственно, ее конечных результатов. Предельно сжатый и наполненный важнейшими встречами, вояж Байдена еще до его начала нарекли историческим. Скорее всего, эта оценка впоследствии себя оправдает. Вопрос в том, какой именно поворот сделает история после этих восьми июньских дней. Вербовать союзников для новой холодной войны именно таким образом охарактеризовала наиболее вероятную цель поездки президента США, британская The Guardian. Что ж, надо отдать должное англичанам, они с их высокомерной и грубой откровенностью иногда все-таки умеют называть вещи своими именами. По правде говоря, иного определения, столь же конкретного, четкого и лаконичного в данном случае не сыскать. Сделанные самим Байденом в канун вылета в Старый Свет программные заявления сводятся, по большей части, к оглашению намерений сплотить союз демократический сил для ответа на вызовы, которые сегодня поступают от авторитарных режимов. Кто под таковыми подразумевается, прекрасно понятно. На сей раз речь идет в первую очередь вовсе не о Северной Корее или Иране. В настоящий момент ярлык режимов навешивается Вашингтоном на Пекин, Москву и заодно уж Минск. Да, глава Белого дома, по мнению множества аналитиков, пересек океан для того, чтобы загладить шок и травмы, нанесенные европейским союзникам США, своим грубым и нечутким предшественникам, с его брутальным Америка превыше всего. Безусловно, не раз и не дважды им будут произнесены высокопарные слова о священном трансатлантическом единстве и клятвы в том, что Вашингтон всем сердцем и душой привержен альянсам и союзам, существующим в его рамках. Собственно говоря, в старом свете и так понимают, что Байден — это вовсе не Трамп, конфетами кидаться и обзываться нахлебниками он точно не будет. Однако там прекрасно осознают и другое, о чем бы ни вел речь любой из американских лидеров, сведется все в итоге к одному — утверждением о руководящей и направляющей роли США в мире. Носясь черно-белым разделением этого мира на демократии и автократии, нормальное сосуществование между которыми невозможно по определению, Джо Байден однозначно провозглашает эру нового глобального противостояния. Причем его основы опять, как в далекие времена холодной войны, становятся не экономические разногласия или конфликты, а идеологические, цивилизационные противоречия, разрешить которые путем переговоров и взаимных компромиссов невозможно в принципе. Единственный разумный выход из такой ситуации — признание за оппонентом право на собственную идентичность и готовность воспринимать его таким, как он есть, несмотря на различия, выстраивая прагматичные и взаимоприемлемые отношения. Однако это совершенно не тот подход, который приемлем для Соединенных Штатов с их гипертрофированным самомнением, доходящим до комплекса миссианства. Говорить с теми, кого считают неправильными, относительно на равных, американцы могут исключительно под давлением очень серьезных обстоятельств, да и то лишь краткое время. Так им приходилось вести себя с Советским Союзом в период его максимального расцвета. Однако начатое Западом в 1946 году противостояние не прекращалось при этом ни на день и в конечном итоге свелось к стремлению уничтожить противника не тем способом, так другим. Сегодня место империи зла в геополитической концепции Вашингтона занимает прежде всего, все больше мешающий его глобальному доминированию Китай. Россия, возможно, воспринималась бы как мелкий раздражитель, если бы не ее претензии на полную самостоятельность, столь неудачно для США, подкрепленные авангардами и посейдонами. Байден прилетел в Европу, чтобы сформировать союзы для противостояния Пекину и Москве, сомнений в этом быть не может. Последний шанс для Запада? По сути дела, турне Байдена – это отчаянная попытка сшить, разваливающаяся буквально на глазах, декларируемое, нерушимое единство коллективного Запада. Да, по нему весьма ощутимые удары нанесло президентство Дональда Трампа, без устали твердившего о том, что большинство отождествляемых с ним институтов, вроде Большой Семерки или даже НАТО, безнадежно устарели и никуда не годятся. Серьезнейшим испытанием стала пока что не завершившаяся мировая пандемия коронавируса. Однако дело далеко не только в этих факторах. К примеру, в том же Североатлантическом альянсе, саммит которого Байден должен посетить 14 июня, сегодня более всего озабочены не просто пересмотром, а полной сменой собственной стратегической концепции. В последний раз кое-какие изменения в нее вносились в 2010 году. В то время на Западе все еще продолжали верить в то, что Россия вот-вот снова станет управляемым и покладистым партнером, которого можно будет строить как угодно. Китай с его, как тогда казалось, смешными потугами создать современные вооруженные силы, вообще не принимался всерьез. Сейчас ситуация изменилась коренным образом, Москва превратилась в непримиримого врага, а Пекин, не без удивления, признан серьезным соперником с далеко идущими амбициями. Это не говоря о том, что некоторые страны НАТО, Греция и Турция, балансируют на грани военного конфликта, а рвущиеся под его зонтик Тбилиси и Киев способны принести столько проблем, что всем альянсам не расхлебаешь. Да и слова Макрона о смерти мозга еще никто не забыл. Какое уж тут нерушимое единство. С Большой Семеркой ситуация не менее сложная. Создавался этот элитный клуб в те времена, когда Запад царил в мировой экономике всецело и безраздельно. В 70-е годы прошлого столетия на страны G7 приходилось чуть ли не 80% мирового ВВП, сейчас этот показатель не дотягивает и до 40%. Согласитесь, в такой ситуации сложновато диктовать и указывать кому-то что-либо, хоть относительно зеленого курса, хоть в любых других аспектах. Впервые то, что Семерка несколько переоценивает свою роль в глобальном раскладе, стало понятно уже после всемирного кризиса 2008 года. Тогда состоялся первый саммит уже в формате G20, за столом которого кроме западных стран оказались Китай, Индия, Россия и прочее. На нынешнюю встречу лидеров G7, которая состоится 11-13 июня, приглашены представители Южной Кореи, Индии, Австралии и ЮАР. Такой подбор гостей сразу же наводит на мысль о том, что во главу угла тут будет поставлено не желание решить какие-либо глобальные проблемы, а стремление Вашингтона, пользуясь случаем, сколотить как можно более широкую антикитайскую коалицию. Все нынешние действия администрации США, вплоть до напрямую затрагивающие нашу страну решение о подказе отряда санкций против Северного потока-2, направлены как раз на достижение этой цели. Нервировать Германию и без того совершенно не стремящуюся к конфронтации с Поднебесной, попытками торпедировать важнейший для нее экономический проект, было бы в этой ситуации крайне неразумно. Байден, не Трамп, он это понимает и потому действует намного аккуратнее и дипломатичнее. Что, впрочем, нисколько не меняет его истинных взглядов и намерений. Сутью таковых является, как уже было сказано выше, все то же восстановление глобального доминирования США. Возможно, в Европе кто-то и радуется президентским словам, Америка вернулась. Однако нашей стране они однозначно не сулят ничего хорошего. Встреча с Владимиром Путиным в Женеве должна увенчать собой европейский тур главы Белого дома. И это довольно символично. Как известно, серьезные люди оставляют напоследок самые важные дела, подводящие итог целому ряду их действий, направленных на решение какого-то глобального вопроса. Скорее всего, и тональность, и содержание разговора на берегах Женевского озера будут зависеть от того, чего Байден сумеет добиться в Лондоне и Брюсселе. Кстати говоря, то, что его визит в Старый Свет начинается в Великобритании, и именно там глава Белого дома пробудет больше всего времени, свидетельствует в том числе и о неуверенности Вашингтона. В результатах переговоров с партнерами из ЕС свой брат британец не подведет, уж в этих-то союзниках американцы могут быть уверены всегда. Равно как и мы в том, что англо-американский тандем всегда был и остается враждебен России. Что характерно, в настоящее время из кожи вон лезет, стремясь прорваться на личную встречу с Байденом, причем непременно до его переговоров с Владимиром Путиным, президент Польши Анджей Дуда. В Варшаве считают, что консультации с ним, американского лидера, просто необходимы для безопасности всех стран Восточной Европы, которые очень сильно напряглись из-за решения Вашингтона не продолжать блокаду Северного потока-2. Насколько известно, встречаться и разговаривать на полях саммита НАТО, глава Белого дома намерен исключительно с Реджепом Эрдоганом и вряд ли его планы изменятся. Нелепые телодвижения Польши, Украины и прочих держав подобного калибра в данном случае не просто смешны, а еще и бессмысленны. О том, что в Москве никто не ожидает от Женевской встречи, никаких перезагрузок и прорывов, уже неоднократно заявляли самые разные люди, от Дмитрия Пескова до Сергея Лаврова. «Лучше всех, пожалуй, по данному поводу», высказался Владислав Сурков, приведший выражение о том, что если американцы говорят с вами грубо, значит собираются отнять что-то, если же беседуют вежливо, следовательно, намерены что-то украсть. Гениальные слова. Если Байден в полной мере почувствует поддержку европейских партнеров и союзников по НАТО, то дело чего доброго, может дойти до ультиматумов и попыток прямого давления на Россию, в лице ее лидера. Ну, а коль дела пойдут не столь блестяще, и американскому президенту вместо выражения совершеннейшей покорности и солидарности будут предъявлены те или иные претензии, а список таковых у того же ЕС к Вашингтону имеется весьма солидный, он, пожалуй, вынужден будет проявить с Владимиром Владимировичем вежливость. Вот только в любом случае истинная подоплека беседы будет укладываться в формулу, приведенную господином Сурковым.